Сегодня в выпуске. Дуглас Лима уверен в том, что для победы над Корешковым ему придется его вырубить. О том, кто рассудит Конора и Хабиба. О титульном бое Диаза против Парье. И о том, какого бойца UFC обвиняют в изнасиловании сразу двух девушек. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал. Поехали! Макдональда в полусреднем весе Мне кажется, промоушен пытается уберечь его. Также Андрей высказался о своем будущем в сопернике по 1-4 гран-при Дугласе Лиме. В этот раз я должен строго придерживаться плана на бой, и тогда я смогу победить. Подготовка к нашему прошлому поединку прошла отлично, но во время схватки я допускал ошибки. А Лима их использовал и потому победил. В свою очередь Дуглас Лима тоже поделился мыслями о предстоящем бое с Корешковым. Корешков один из самых сложных бойцов. Мне нужно быть готовым ко всему. У него хорошие ударные навыки, хорошие борцовские навыки. И я знаю, что он хорош в партере в положении сверху. Чтобы победить такого парня, нужно вырубить его, потому что сам он не сдастся. Напомним, бой Лимы и Корешкова состоится утром 30 сентября на турнире Беллатор 206. Странные дела происходят в UFC. Сегодня почти одновременно Ней Диас и Дастин Парье, которые 4 ноября должны встретиться в бою на турнире UFC 230 в Нью-Йорке, в своих соцсетях сообщили, что их бой будто бы станет титульным в новой весовой категории до 165 фунтов. Эту информацию уже успела провернуть Дана Уайт. Но чего хотят добиться этим Диас и Парье, непонятно. Будем следить за развитием событий. Шо Гон Ро 1 декабря проведет бой против Тайсона Педро на турнире UFC в Австралии. Также в карде турнира Марк Хан проведет последний бой под действующему контракту с UFC. Его соперником станет Джастин Уиллис. 14 декабря Майкл Чендлер попытается взять реванш у чемпиона Беллатор в легком весе Брента Примуса, которому в 2017 году он уступил этот титул. Утром 30 декабря в рамках турнира UFC 232 в Лас-Вегасе Майкл Кьеза проведет бой в полусредней весе против Карлоса Кондита. Алистара Верим переезжает в Колорадо и присоединяется к команде Elevation Fight Team, где теперь будет тренироваться вместе с Кертисом Блейдсом. Чарльз Оливейра, побивший на крайнем турнире UFC в Бразилии рекорд Ройса Грейси по количеству побед с обмишинами в UFC, заявил, что теперь он может себя считать легендой. Превзойти Ройса Грейси в 28 лет я никогда не забуду этот момент. Теперь я могу называться легендой, но я не собираюсь витать в облаках. Мы побьем еще много рекордов. Я намерен стать чемпионом, но всему свое время. Сегодня мы побили рекорд Грейси, но в UFC еще много людей, чьи навыки джиу-джитсу лучше моих. Мне нужно больше тренироваться, чем я и намереваю заняться. Абдул-Ризак Аль-Хасан в скором времени может отправиться за решетку. Как стало известно, полгода назад он был выпущен под залог в 20 тысяч долларов. Бойца UFC подозревают в изнасиловании сразу двух девушек. Предполагаемые жертвы девушки 20 и 22 лет присутствовали в баре на вечеринке, где Аль-Хасан работал главой службы безопасности и были очень сильно пьяны. Они попросили Аль-Хасана подвезти их до дома, и тот согласился. Далее, по свидетельству одной из девушек, когда они приехали домой, Аль-Хасан уединился с одной из них в спальне, а через какое-то время напал на нее, уткнул лицом в постель и изнасиловал. Девушка утверждает, что не могла кричать, так как он прижимал ее лицо к кровати. Далее боец изнасиловал ее подругу. Ее обнаружили в собственной рвоте и частично раздетой. В доме в это время находилась мать младшей из пострадавших, и когда девушки обратились к ней и вызвали полицию, она нашла использованный презерватив, который теперь является одной из улик. Сам Аль-Хасан утверждает, что только подвез девушек до дома. Следствие по делу продолжается. Стало известно, кто станет рефери главного поединка UFC 229, в котором Хабиб Нурмагомедов встретится с Конором Макгрегором. Поединок обслужит Херб Дин. Надеемся, в этот раз он никаких ставок не делал. А на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ведь только так мы оценим, нравится ли вам то, что мы делаем или нет. А также не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать наши выпуски. Всем пока!